Прежде всего, нужно отделять декларации от реального содержания. У США сейчас нет средств на серьезные проекты, не связанные с попытками захвата Украины и России. Все средства уходят на эту агрессивную войну. Поэтому периодические обещания тем или иным странам вложить средства в случае поддержки американской позиции – это чистой воды блин. У стран НАПС свободных средств нет и еще долго не будет. Они надеются их получить в случае успешной колонизации Украины и России и разгромления их природных водок. А этого никогда не произойдет, а нужно смотреть на ситуацию реальную. Что касается активности на территории Армении, то это часть стратегии США по дестабилизации ситуации в регионах, приграничных с Россией. Есть такие попытки в Центральной Азии, где за последние годы произошло более пяти попыток светлых революций. Эта ситуация развивается и в Закапкаде, где пытаются развязать новую войну, заставить Россию отвлекать силы и ресурсы, чтобы заметить освобождение Украины от правоамериканского режима. Субтитры создавал DimaTorzok